Обзор чрезвычайных происшествий в продолжении темы о буднях спасателей расскажет Владимир Королёв. ЧП в Витебске. Двое людей сгорели заживо в одном из металлических контейнеров, который находился на территории гаражного кооператива. О возгорании внутри стального резервуара сообщил один из прохожих. После того, как пожар был локализован, спасатели в остатках сгоревшего мусора нашли обугленные трупы двух человек, мужчины и женщины. Сейчас специалисты пытаются установить личности погибших. Скорее всего, это были бездомные люди, которые ночевали в этом месте. Контейнер был закрыт изнутри. Предполагаемая причина пожара – непотушенная сигарета во время пьянки. В Гродно в результате кустарной заправки газом произошел взрыв в одном из гаражей. Водитель автомобиля Ford, очевидно, чтобы сэкономить, попытался перекачать газ из бытового баллона в свою машину. По версии МЧС, в момент, когда была нарушена герметичность баллона, произошел взрыв. Недалеко от места перекачки работала газовая плитка для подогрева воды. В результате пожара повреждены элементы кузова и обшивка американского седана. Сам мужчина получил сильные ожоги. Бригадой медиков он был доставлен в больницу. А вот в Гомеле масштабных разрушений утечка газа не принесла, хотя в результате нарушения герметизации трубы могли пострадать десятки человек. Инцидент произошел на территории местного завода торгового оборудования при прокладке канализационных коммуникаций к строящемуся магазину. Сразу после прорыва трубы рабочие обратились в службу 104. Для ликвидации дыры спасателям пришлось на некоторое время отключить от газоснабжения котельный завод. В Борисовском районе 13-летний ребенок получил сильные ожоги после того, как стал косить траву. Во время заправки триммера школьник пролил бензин на горячий двигатель, что вызвало пожар в сарае. При попытке потушить огонь подросток и пострадал. Мальчишку пришлось отвезти в районную больницу.